Здравствуйте, ребята! Я Бахор, бабушка Катеньки. Сейчас я вам прочитаю сказку братьев Гримм «Гвоздь». Гвоздь. Один купец хорошо поторговал на ярмарке и набил себе полную мешок золота и серебра. Собрался он домой возвращаться и хотелось ему попасть домой до наступления ночи. Вот прикрепил он дорожную сумку с деньгами к седлу своего коня и поскакал. К полудню отдыхал он в одном городке. Собрался был ехать дальше, а тут подводит ему работник коня и говорит. Хозяин, а на задней-то левой ноге подковы одного гвоздя не хватает. Ну и пусть себе не хватает, ответил купец. За шесть часов, которые мне остается проехать, подкова от него не свалится. Я тороплюсь. После полудня, когда он спешился и снова решил накормить коня, входит в комнату работник и говорит. Хозяин, а у вашего коня на задней левой ноге нет подковы. Может отвезти мне его в кузницу? Ну и пускай себе нету. Ответил купец. Ехать-то всего часа два. Пожалуйста, с конем ничего не случится. Я тороплюсь. Подскакал он дальше, но вскоре начал конь прихрамывать. Похромал он, потом начал спотыкаться, затем упал и сломал себе ногу. Пришлось купцу коня бросить, отвязать дорожную сумку, завалить ее на плечи и добираться домой пешком. И пришел он домой поздней ночью. От всей этой беды начало, причина, — молвил он про себя, — этот проклятый гвоздь. А ты спеши медленно. Видите, ребятки, деточки мои, не пожалел коня. Его же предупреждали, что гвоздь упал с подковы. А потом второй раз предупреждали. Подкова ушла, пропала. Он не обратил на это внимание. Он не обратил на это внимание, и конь пропал. И сам опоздал. А коня-то жалко. Вот, деточки, вот и сказочки мои конец. А кто слушал, молодец. Не спешите. Да. И всегда у вас все получится. Будьте внимательны, не спешите. Слушайте всех. И берите для себя нужные. Кто слушает советы, никогда не пропадет. Нужные советы слушайте. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok